так ну что ребята всем привет мы сегодня встретились для того чтобы рассказать и показать вообще что у нас получается сейчас с проектом у нас в данный момент это эскиз это только концепция мы безусловно ее проработаем она будет сочная красивая продуманная конструктивно и архитектурно вот но в то же время хотел вообще показать что у нас получается и рассказать как бы с чем мы вообще начнем строй да вот интересно смотри на самом деле альбом особенно для узкого дома очень важно начать проектирование и вообще реализацию с генплана есть так называемый раздел в проектировании называется пост проект организации строительства и когда мы имеем какие-нибудь там 10 соток себе 15 соток там в любом случае найдется место для складирования материалов для бытовок для каких-то инженерных коммуникаций там всегда все в порядке но с узким же участком да мы имеем ряд неудобств таких как сам дом который у нас получается закрывает больше чем 50 процентов участка и добраться до сюда просто не будет потом в будущем возможно да поэтому нужно разложить сразу все инженерные коммуникации все подъезды бытовки место хранения материала всякие дренажные колодцы скважины все это расположить так ну во первых чтобы это соответствовало все нормам а во вторых чтобы в будущем просто было удобно эксплуатировать это очень важно потому что например в скважине может сломаться насос да там он опускается погружной насос и если знаешь они как правило там от полуметра до там до метра идут очень такие узкие длинные и когда они засовываются в эту трубу эту трубу со временем там за 10-15-20 лет ее может немножко так вот выкрутить и этот длинный насос он там просто внизу застрянет я очень часто такое видел наблюдал картину когда его прям зелами вытаскивают прям очень сильно потому что он так там вгрызается этот насос поэтому мы тебе скважину расположили максимально близко к дороге то есть вот здесь у нас если что-то подъедет зил выдерни да если чтобы ну потому что если мы его расположим здесь я не уверен что у тебя будет такая длинная подъездная дорога прямо к дому чтобы ты так скажем самый смак сок участка отдал под дорогу и у тебя здесь вообще ничего не осталось да ну да поэтому вот именно эта коммуникация скважина она будет находиться ближе к дороге чтобы мы могли ее обслужить септик например за мою практику он ну вот я ни разу честно не видел чтобы старый септик выдергивали новые закапывали обычно септики они ремонтопригодные ну откачать септик на самом деле не нужно потому что от септика мы с тобой будем делать для серой воды специальный отвод будем делать отдельный колодец да то есть если вдруг надо будет когда-то мы не сможем эту воду куда-то откачать принудительно или естественно то вдруг там что-то забьется то это откачать можно будет потому что это ближе к дороге да этот же септик который находится здесь он ремонтопригодный потому что в нем все узлы они заменяем и поэтому он находится здесь на самом деле есть просто определенная еще норма да которая гласит о том что между канализации и чистой водой питьевой водой должно быть определенное расстояние да поэтому здесь это мы в первую очередь соблюли ну и во вторых все таки мы понимаем что септик это автономная канализация к которой из дома у нас прокладываются трубы чем дальше мы располагаем септик от дома тем соответственно мы должны глубже заглубить септик потому что чтобы уклон был до то что уклон он должен быть минимум 2 процента больше можно делать меньше нельзя но если мы сделаем его септик например здесь возле дороги вроде бы классно да и логично да чтобы ну тоже мало ли там что-то служить но мы тогда должны будем покупать уже септик необычный а ломок да это такой более углубленное у него врезное как бы отверстие идет под фекальную канализацию она находится глубже на самом деле это может быть и стоило бы сделать но это все деньги поэтому как бы я повторюсь я всегда своим заказчиком делаю как себе я все равно пытаюсь понять где-то можно да там забор там получше сделать там какой-то материал там фасадный получше подороже использовать потому что но это практично а есть некоторые вещи на которых надо экономить потому что ну зачем бессмысленно просто так вот деньги выбрасывать на весь согласие тут я целиком полностью сижу молчу и понимаю что-то это благоразумно то есть когда еще особенно объясняешь почему это так изначально когда увидел вот этот план я не понимаю что где-то почему вот здесь вот скважина почему она например не здесь тоже было тоже логично к дому поближе вести воду не через весь участок сейчас я уже понимаю что есть существуют нормы и что нормы здравый смысл и опять же каждый участок уникален да то есть в каждом участке есть свои такие фишки вот например здесь септик но опять же можно было бы его куда-нибудь за дом спрятать но проблема в том что здесь у нас проходит дренаж да то есть мы вокруг дома располагаем дренаж таким образом чтобы он отводил воду и от дома и от забора то есть он будет немножко наш участок осушать это как раз для того чтобы если вдруг у соседей там начнется болото чтобы наш дренаж не работал на их участок понимаешь за чтобы их вода не бежала к нам в сеть мы ее как бы располагаем между нашим забором да и нашим домом таким образом этот дренаж он работает как бы у него двойная польза потому что опять же хозяева больших участков они сталкиваются с тем что им приходится делать два дренажа первый дренаж делается вокруг дома второй дренаж делается вокруг участка да с такими ревизионными колодцами здесь мы выигрываем потому что мы делаем одну ветку дренажа который у нас отводит воду поверхностную и глубинную и от фундамента дома и от фундамента забора это очень здорово вот опять же вот именно по этому септик здесь просто не разместить понимаешь да потому что септик занимает метр 80 у нас от границы до забора там будет два цикла 60 но учитывая что имеет все толщину понимаешь да то есть получается вот так и здесь его просто некуда разместить поэтому оптимально мы пришли именно к такому варианту и не все отлично все супер также обратив внимание мы сделали отступ от линии электропередач да то есть специальные его показали прямо огромными буквами чтобы прям вот ну невозможно было забыть про него до чтобы вот идет лэп и собственно от лэп мы отступили ровно 10 метров сколько положено вот для того чтобы разместить капитальное строение опять же смотри мы на внешнем вот в этом плане на плане организации строительных работ мы указали где у нас заходит труба в дом для того чтобы ты понимал то есть мы не стали здесь чертить все помещения мы именно вывели там где будут выпуски то есть котельная ванная комната да и еще там добавится кухня когда мы согласуем где она будет еще дорисуем одну ветку туда вот то есть мы стараемся вот знаешь когда-то лет там 5-6 назад мы чертили документацию смотрели как все чертят и также чертили сейчас мы немножко как бы пошли на опережение мы делаем документацию так чтобы она и строителю понятно было и заказчику это очень важно потому что на самом деле строители как бы многие думают что строители это прям какие-то профессионалы там с двумя высшими строительными образами конечно нет люди строят обычные которые ну как правило тем более у нас стране это люди все-таки там с каким-то средним образованием или вообще без образования которые просто знают как это работает и это делают и поэтому когда им тоже интуитивно да все понятно они просмотрят а вот она вот она здесь ванна и вот из ванны идет вот это коммуникация у них просто логика да срабатывает они понимают как это все работа не видят ничего лишнего да то есть ты вот заштриховал пишет строительная бытовка 1 строительная бытовка 2 да и соответственно они понимают что ну здесь вот стоят бытовки как бы ну все очень логично так пойдем дальше самое интересное ну смотри на самом деле конечно проект сам первого второго этажа его нужно безусловно взять супругу изучить дома подумать сформулировать как бы разные пожелания какие-то хотелки что нравится что не нравится но еще раз я сейчас обратной связи не прошу да я просто как бы тебе презентую расскажу чем мы тут придумали на самом деле тут смотри какая у нас есть идея вообще пришла в голову я вообще стараюсь знаете всегда сделать чтобы архитектура она была какой-то очень индивидуальный стой кажется мы едем не в ту сторону нет мы отсюда приехали отсюда разве мы что кругами ездим олег он ювелир и я подумал блин ну это наверное слишком вульгарно да с одной стороны чтобы дом говорит о том что это дом ювелир на с другой стороны я подумал ну слушай в европе же так делают делают что есть вот там какой-нибудь пряничный домик именно там какого-то повара там или какого-то там кулинара почему бы и не да то есть почему он не должен быть таким наш говорящим я подумал что а что если этот дом будет напоминать цепочки как раз я ими занимает да ну естественно не в буквальном да там каком-то что это какие-то кольца звенья а как-то ну просто символ надо есть какой-то символ и ну вот как то подумали а что если мы у нас добавится какой-то цвет такой знаешь отличный от обычных то есть не обычно люди себе строят дома какие-то чёрные л всё-таки хер и белые желтые такие какие-то я подумал почему нет и не должно быть какой-то на и нет на оттенках там золото латуни и медиут что то знаешь такое вот не знаю но отличное чтобы этот дом все-таки немножко отличался не обязательно прям было ярким и пёстрым на просто он был отлично и вот поэтому здесь видишь на фасаде мы как бы попробовали создать такие какие-то звенья вот это кольцо 2 а это кольцо как бы их связи соединяющий и это как бы символьно то есть по идее но человек который не знает он и не увидит да то есть он посмотрит скажу какие-то объемы на фасаде и все с другой стран ты это знает может друзьям знакомым говорить фишка дома и они все будет смотреть блин действительно да то есть какая-то такая фишка которая отражает тебя как личность это вот это уже нравится да вот мне вот прям я всегда вот знаешь горю этим когда приходят такие люди необычные можно что-то сделать необычное предложить а если мы еще это нравится это можно реализовать это вообще просто супер а и кстати есть еще один лайфхак который мы здесь у тебя в доме решили применить это такой момент когда у нас есть в доме эркеры которые приближают дом к границе участка на полметра абсолютно законно да то есть есть нормы в которых прописаны что эркеры нависание кровли ну там есть целый список максимально выступающий до полуметра они являются элементами до которых расстояние от забора от границы не считается да то есть считается расстояние до стены до фундамента в этом плане у нас все четко у нас будет три метра до финишного отделки стен то есть тебе соседи не будут никаких претензий иметь но при этом ты получаешь в некоторых помещениях вот эти дополнительные полметра которые образованы эркерами таким образом у дома есть несколько эркеров которые видишь здесь обыгрываются как бы архитектурно то есть это такие выступы которые даже может быть и не они не заметны они даже не понятно что это эркера а здесь это вот такие выступающие части которые тебе добавляют квадратуры ну как бы когда я думаю вот люди у кого есть узкие участки кто себе захочет узкий дом он реально поймет что надо бороться за каждые там 5-10 сантиметров и вот этот эркер который добавляет тебе целых полметра это просто какая-то манда просто подарок что надо его за него хвататься да и делать так здесь постарались вот в некоторых помещениях вот эти вот эркеры делать которые ну безусловно добавят дополнительную площадь для допустим входной группы гардероба ну котельная не добавлять допустим парная видишь за счет этого удлинилось любимой тещи видишь комнату чуть-чуть добавили то есть как в этом месте возможно будет какой-то встроенный шкаф сделать или какой-то комодик поставить ну то есть может быть не обязательно это дать делать прям вот под таким углом то есть я даже архитектурный проект в плане дизайна это можно зашить прямым углом и в это место как бы поставить что-то другое да то что какую-то стандартную модульную мне почему-то и нравится вот так вот ну окей это конечно уже следующий этап это проработка дизайна ну вот собственно такая идея очень классно мне очень нравится прям вот сейчас даже вот так сидишь и мысленно бродишь по собственному дому заходишь какие-то комнаты это уже полупросто как материализуются из мыслей мыслей хотелок в реальный проект и ну прям вот супер если часто прям даже сидишь смотришь и не веришь что это происходит с тобой ну вот это мои ощущения такие не очень нравится я думаю мы знаешь с тобой как сделаем я же правильно понимаю ты же хочешь строится да да конечно в этом году хочешь успеть до какую-то сделать часть работы мы сейчас согласуем конечно безусловно то есть я бы уже прямо сейчас начал бы строится но тут же нужны какие-то определенные этапы то есть я такой человек неспокойный этом не нужно все и сразу и вот здесь и сейчас поэтому жду отмашки и поехали ну таким образом мы начнем наверное все таки строительство забора да потому что там были определенные проблемы с соседями там были недоговоренности сейчас как бы договоренности достигнуты поэтому пока не поздно эти договоренности надо увековечить бетоном да чтобы бетон уже как бы стерпит все уже не подвинешь да вот поэтому начнем наверное с фундамента забора начнем с въездной группы какой-то временной закроем что там никто не подсматривал к нам и не мог там ничего воровать сейчас согласуем с тобой эскиз и уже начнем строительство фундамента супер в таком случае смотри при строительстве фундамента мы с тобой должны согласовать сначала эскизную часть потом соответственно под нее так как правда бывает что заказчики там ну как-то не готовы не готовы были а потом под конец лета поняли что блин пора строится и ты знаешь на самом деле не поздно я тебе честно скажу потому что мы раньше вот раньше воспринимали так что ой ну слушайте конец лета все давайте следующем году а сейчас я понимаю что можно построить себе фундамент если погода нам позволит мы можем даже поднять может быть первый этаж может быть уже перекрытие успеем залить пусть она лучше как бы конструкция будет не не я абсолютно я согласен конечно же хотелось бы побыстрее в этом году уже увидеть очертания своего дома но я также понимаю что дом строится такой тоже капитальный чтобы он все совсем по всем нормам да то есть вот если он должен отстояться там 20 дней фундаментом или сколько-то там ну то есть он должен отстояться не нару без нарушений без ничего потому что в дальнейшем и так я так понимаю что приводит не соблюдение этих норм он приводит плачевным последствиям все правильно есть безусловно нормы которые нужно соблюдать но на самом деле про 20 дней это очень большое заблуждение потому что там есть правда 28 дней полное застывание бетона и многие считают что можно кладку начинать только после того как полное значит застывание бетона произошло я на самом деле на второй или третий день уже начал блоки класть все стоит все нормально так что но вы так не делаете это как бы безусловно чтобы работу не переделывать есть определенная этапность который мы должны соблюсти это сначала эскиз ты сначала должен обсудить всю семью и согласовать да бабушка должна по свою подпись поставить что ей устраивает ее комната супруга должна сказать что все у меня устраивает это там ванная комната то что там все как бы качественно хорошо сделано и только после этого мы начнем уже проектировать конструктив фундамента и только после этого начнем его соответственно уже реализовывать я понял но в дальнейшем сейчас же все равно например так полагаю что конструктив это но выкопать там или какой-то подготовительную историю сделать уже размеры известен дома нет 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 я честно вот понимаю что всегда бежим вперед паровоза и надо всегда как-то идти на помощь подсказывать помогать но честно делать двойную работу настройки это не только дорого но еще и долго потому что выкопать быстро экскаватор вызвать до погрузчик а потом потом блин оказывается нам надо было фундамент посадить выше на 20 метров а ты уже это все вы сделал это начинаешь завозить песок там или какую-то землю и трамбовать а ты ее не затрамбуешь хорошо потому что она все равно привозная она ничего не просела поэтому здесь здесь мы начнем с тобой все-таки с коммуникаций то есть сначала возведем забор к этому моменту я думаю когда у нас уже будут копаться коммуникации у меня к этому моменту уже будет проект фундамента я его с тобой согласую продумаю чтобы все было четко мы отобьем точку ноль то есть мы же сколько-то наверное будем еще завозить туда грунта песка там ты думал про это будем увеличивать высоту участок до ученых году вода есть немного я бы немножко увеличил бы потому что все равно я же изначально там когда ты видел мы засыпали там при въезде потому что была болотина но она там и есть поэтому хотелось бы максимально от этой влаги поднять но опять же если это возможно я даже данная работа если вынимать отсюда грунт вот разбросал бы вокруг и тем самым поднимаю часто то что может фундамент забора будем же делать правильно и он тоже будет какой-то высоту иметь поэтому я все равно поднял бы до чтобы просто не по болоту на самом деле да ты знаешь как всегда вот кто выше всех живет тот всегда больше всех кайфует потому что в самые низины это всегда самое болото да то есть вот один сосед куда-то прогнал воду второй и все куда-то прогоняет прогоняет этот кто находится в самой низине всегда это ему достаешься он живет зависит ко вечной топе ходишь и хлюпаешь по участку поэтому конечно поднять и над двадцать сантиметров не те деньги но зато вот это немного поднимания она уже дает уверенности что у тебя даже дренаж не дри WW2 у тебя уже будет посуши даже вот просто дождя то есть это все будет уходить пониже и уже потом расходиться куда-то в сторону так что да так что мы сначала чтобы предусмотрим проект фундамента четко отметим точку ноль согласуем сколько ступенек нам нужно для того чтобы попасть на чистый пол дома это очень важно да потому что кто-то любит одну ступеньку кто-то говорит ну надо чтобы снег лежал а у меня как бы вход в дом был точно вне ступени да то есть как бы поэтому кто как относится у меня например вот одна ступенька я все в доме то есть соответственно если у меня снега будет в два раза выше я уже дверь не открою понимаешь да то есть с этой точки зрения конечно чем выше тем лучше но современная архитектура конечно которая там на три ступени имеет вот этот высоченный цоколь и уже конечно не так круто смотрится поэтому надо всегда как бы красота требует жертву надо вот поймать этот баланс чтобы ты опять же согласовал с семьей осознал как это будет и только после этого мы уже начнем отбивать точку ноль и относительно нее выводить уровень теперь понял теперь все снова так ну что я тебе тогда передаю альбомы да ты наверное послал он изучать дальше уже следующий этап наверное да вы изучите дадите нам фидбэк и мы наверное уже встретимся на участке такие все спасибо давай работаем